Какой внимательный фантомат. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, хоть вы-то не переключитесь, надеюсь. Ну, давайте пообщаемся. Ну, понятно. Ну, вы с вами примерно где-то одного возраста, да? Да. Вы в Германии случайно не служили? Нет. Не делилось. Ну, ладно, всё же. Вы какого года рождения? 63-го. Я чуть-чуть младше. Я 64-го. А что вы общаетесь? Чем интересуетесь? Да что я интересуюсь, что вообще в мире происходит. Общаюсь о том, что как оно вообще воспринимается. Кем? Общество. Нет. Что общество? Общество – это огромное скопление народу, которое вообще ничего не понимает. Вы в какой, скажем так, территории Российской Федерации? В Волго-Тольятти. В Волго-Тольятти. Понятно. Вы в самого Тольятти? В самого Тольятти. Понятно. А химзавод далеко от вас? В Старомбурге. Я понял. Я в Новома. Старом СК. А там, по-моему, у вас ещё есть такое солнечное горство, по-моему, да? Что-то такое. Ну, есть, да. Но это уже, скажем, населённые пункты. Да, вот лет шесть назад там люди приезжали, взяли у нас собачку американского бульдога, увезли туда в солнечный город или что-то такое. Там и подачные пункты какие-то. Угу. Ну, да. Там, может быть, всё. Я почему спрашиваю так? В Тольятти, химзавод. Как бы, в 80-х годах я работал помощником машиниста электровоза на станции Кенель. 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 Ну, да. Да. И, как бы, у нас одно плечо было вот именно на химзавод в Тольятти, а второе плечо было Октябрьское, а третье было, по-моему, Бузулук. Ну, да, да. Есть вот такие. И Октябрьский есть, и Бузулук есть, и Железка есть. Вот ты работал. Самара-Сызрань. Основное движение Самара-Сызрань от Самары уже пошло туда. Не, ну, Самара с одной стороны, Сызрань совсем с другой стороны. Ну, между ними Железка. Через плотину проходит. Можно сесть в Самаре, можно сесть в Тольятти, а можно сесть в Сызране. На один и тот же поезд. Понятно. Ну, плюс там, естественно, ветки другие существуют. Не только что вот эти. Промышленных. Вазовская ветка есть. На ВАЗ же тоже ветка шла. Грузили машину. Ну, хорошо. Что там сейчас в Тольятти? Какие новые автомобили пытаются выпустить? Ну, да, вся старая линейка. Грант сняли. X-Rail. Ларгус. Кто там? Нива, вот, новую изобрели какая-то там, Нива. Вот. Что еще там? Ну, Калина. Вся линейка. Ну, и плюс там всякие. Калина, Калина. А, ее заменили на Гранту. Ну, там, что Калина, что Гранта, они похожи. Ясно. Ну, а вы, наверное, на Мерседесе ездите? Угу. Последняя была Приора. Лада Приора, понятно. Угу. Нормально. Что? Соотношение цена-качество вполне устраивало. Может, конечно, и Мерседес, но я не готов платить за имя. Ну, да, сейчас сколько там-то, Влада, сейчас, наверное, 1800 сейчас стоит, да? Минимально 800 и выше. Там от комплектации от всего зависит. От модели от комплектации. Вы думаете, что 800 тысяч – это цена-качество? Я думаю, что у нас очередь на два месяца. А раньше было на месяц. И думаю, я знаю. Нехватка автомобиля. Блин, кто-то его знает. Я, вот честно говоря, я бы Ладу, наверное, заполнял, нам бы нельзя. Ну, не берите. У нас свобода. Берите, берите. Свобода. Все. Заходишь в магазин – все, пожалуйста. Кто хочет, то бери. На вкус, на цвет товарищей нет. А как вы к праворуким японцам относитесь? Как к праворуким японцам. Эксплуатация разрешена, но не понимаю я. Как он вылазит там? Смотрит на встречку. Ну, ко всему привыкает. Надо просто держать дистанцию, и все хорошо. Ну, понятно, что своя специфика. Вы же понимаете, что есть ряд неудобств. Понятно, понятно. Ну что, очень приятно было пообщаться. Взаимно. Удачи, здоровья. Друзья, тебе огромный привет. Вам тоже. Всего самого лучшего. Удачи, держитесь. Продолжение следует... Продолжение следует...